И вот мой результат через неделю. То есть я вижу, что работа пошла значительно быстрее, и процесс организации не прошел зря. Да, и вышивать мне доставляет большое удовольствие, то есть гораздо больше, чем раньше. Я путалась, и плюс я стала зачеркивать схему с карандашом, ну, или там ручкой, вот, и у меня получается гораздо быстрее. То есть за неделю я где-то вышила, ну, наверное, пятую часть всей работы. Вот так. Я здесь вышила еще бэкстич, он совсем несложный. И сейчас вот я думаю, что буду вышивать шмеля. Я хотела его вышить с тех пор, как вообще начала эту работу, но поскольку я не могла найти маркер для разметки, то приходилось ориентироваться относительно других крестиков, и поэтому шмель остался вот до этих пор. То есть я вышиваю по цветам, парковка здесь у меня не получается, мне очень сложно ждать, то есть бросать на границе крестиков один цвет и начинать другой. Хотя иголки я все, почти все в дело, и они у меня ждут своего часа. Вот так. За эту неделю я почти ничего другого не вышивала. Ну, я иногда чередую с шовчиками, но так мне хочется крестики, и даже не только крестики, а именно эту работу, что я вообще не могу оторваться. То есть именно крестики сейчас хочется. У меня скоро закидают помидорами, потому что лежит куча совместников, точнее это даже авантюры, плюс сегодня начинается новая авантюра. Ой-ой-ой, и я туда тоже записалась, я не знаю, как мне это все начать. Вот, но крестики я хочу вот сейчас прям вообще. Я где-то сейчас вышью небольшой кусок желтых цветов вот здесь. Меня немного путает то, что здесь синим обозначены желтые нитки, и я все время начинаю искать синий цвет. Вот, и вот этот кусок я вышью, а может быть даже сразу начну вышивать шмеля. В общем, не знаю, сейчас вот выпью чаю, и начну. Так что, пожелайте мне удачи. Все, не забудьте подписаться на канал, или и зайти в группу ВКонтакте. Там есть кое-что интересное. Ссылка будет в инфобоксе. Ну все, смотрите. Пока.